Здравствуйте! В эфире программа «Калейдоскоп». С вами доктор Салдаев. Самое ценное в нашей жизни – это дети. Но, к сожалению, у детей иногда бывают проблемы со здоровьем. Разобраться с этим мы пригласили врача-травматолога, детского ортопеда Санджиева Айс Юрьевича, который представляет Центр Здоровья Медицина Плюс. Здравствуйте! Здравствуйте! По традиции нашей программы, расскажите, где вы учились, как вы пришли в профессию? Закончил я Саратовский государственный медицинский университет. По окончании университета ординатура у меня была в научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии, также в Саратове. И так случилось, что именно первые мои студенческие практики была в отделении травматологии и ортопедии, что привило, несомненно, интерес. Когда видишь, когда пациент приходит к тебе с болями, либо с какими-то ортопедическими заболеваниями, и уходит от тебя уже с улыбкой на лице, здоровым, это, наверное, самая большая благодарность, может быть, врачу. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются родители? Какие моменты их беспокоят в своих детях? С чем чаще обращаются, можно выделить на две такие, скажем так, возрастные группы. Если взять возрастную группу до трех-четырех лет, то чаще, конечно, основное, на что обращают родители, так это нарушение походки. И второе, именно по частоте жалоб, обращение именно к ортопеду детскому, это уже как нарушение осанки. Ну, обычно это уже где-то с 8-9 лет. То есть это проблемы опорно-двигательного аппарата? Опорно-двигательного. Они на первом месте. А проблемы со стопой у детей? Проблемы со стопой у детей, брать в целом, занимаются сейчас очень распространенной, скажем так. И очень много заболеваний и патологий встречается именно со стопами. Очень важно уделять особое внимание проблемам стоп, и очень важно уделять это именно в первые годы жизни, даже месяцы жизни. Хорошо. Тогда скажите, с какого возраста родители должны обращать внимание? На осанку, на стопу ребенка? Какого возраста, если что-то не так, стоит уже привлекать к врача, к тем проблемам, которые родителям кажутся не совсем правильными? На самом деле стоит обратить внимание в первые месяцы жизни, потому что бывают патологии как врожденного генеза, то есть именно врожденные заболевания стоп, либо именно позвоночника. Поэтому, конечно же, посещение к детскому ортопеду должно быть в первые месяцы жизни ребенка. То есть, я так понимаю, что заболевания могут быть врожденным и приобретенным? И приобретенным. Какие чаще встречаются? Наследственно врожденные или уже приобретенные в моменты жизни? Врожденные встречаются довольно-таки редко, но они именно такие, если сравнивать с приобретенными, гораздо реже. Чаще именно, конечно, это приобретенные все патологии и деформации. Хорошо. Тогда расскажите о причинах этих патологий, что именно приводит к тому, что в осанке появляются нарушения, что именно способствует неправильному формированию, походке, положении тела. Что родители должны учесть при том, чтобы они хотели видеть ребенка здоровым, счастливым, улыбающимся? На что они должны обратить внимание? На самом деле, мы выделили две основные, скажем так, по частоте группы заболеваний. И они тесно связаны между собой. Это именно патология стоп и нарушение осанки. В первые годы жизни ребенка, в год кто-то начинает ходить, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, именно идет опора на стопу. И очень многое зависит, как правильно ребенок опирается на стопу и какая у него походка. Потому что если нагрузка на стопу идет неправильная, то и в дальнейшем это отображается и на осанке, на позвоночнике, на суставах. Могут также возникать боли. Чаще локализуются именно, начинается с нижнего отдела стопы. Со стопы, с голеней, коленей, сустава, тазобедренной и поясница. Именно в поясничном отделе позвоночника. Я знаю, что одной из проблем, такой достаточно распространенной, является плоскостопие. Если можно, расскажите нам поподробнее про виды плоскостопия, степени плоскостопия. Как они проявляются? Как не медику заподозрить, что есть вероятность плоскостопия и обратиться к вам потом за консультацией, за помощью? На какие моменты и характеристики плоскостопия? Поперечная, продольная? Какие есть вариации? Очень многие уже родители наслышаны о таком заболевании, как плоскостопие. И, конечно же, то заболевание, которое выявлено на ранних этапах, то легче подается своему лечению. Но у детей именно плоскостопие, то есть дети рождаются с плоской стопой, потому что стопа ещё не сформирована, она не предназначена для нагрузок и формируется с течением возраста ребёнка. Полностью именно свод стопы формируется ближе к 8 годам. Если посмотреть, то все дети, у них абсолютно плоские стопы. Это связано именно за счёт наличия жировой подушки. То есть именно свода стопы у детей нет. Поэтому говорить о прямом плоскостопии у детей, оно физиологично. Другие деформации, которые более часто встречаются, это как плосковальгусные деформации, либо варусные. То есть если представить стопу, то есть в норме у нас стопа, должен быть свод, то есть арочка такая. У детей она заполнена жировой подушкой. Со временем, с возрастом, когда ребёнок начинает вставать, идёт опорная функция, и в различной степени стопы могут заваливаться либо вовнутрь, то есть внутренние искривления и наружные. И наружные. Чаще из этих двух патологий встречается именно внутренняя ротация стопы, то есть так называемая вальгусная деформация. За счёт чего это происходит? За счёт именно слабости мышц, связок, нижних конечностей голеностопного сустава и стопы. Как раз ведь в этот момент у детей ещё неустойчивый мышечно-связочный аппарат, и, соответственно, происходит какое-то искривление именно за счёт того, чтобы мышцы ещё недостаточно выполняют свою функцию, не на эластичной связке, чтобы удерживать в необходимом состоянии. Вот родители должны обратить внимание на постановку стопы, как ребёнок во время движения ставит стопу? Обязательно. В норме у детей имеются отклонения именно в первые годы жизни, то есть там побежность может быть до 5 градусов, либо вальгус, либо варус, то есть это относится именно к физиологичному, то есть к норме у детей. Если чуть больше, это уже говорит о наличии того или иного заболевания. Скажите, пожалуйста, вот родители, у вас возникли сомнения по поводу их стопы, ребёнка и так далее? Они обращаются к специалисту, к вам, то есть, да? Какие методы диагностики используете вы? Каким образом вы определяете, есть патология, нет патологии и так далее? Какие методы диагностики вы используете? Первое, что, конечно же, используют в плане диагностики стопы, это рентгенография, рентгенологические исследования, потому что мы можем именно увидеть скелет непосредственно стопы, именно рентгенологические. Также прибегают к методам плантографии, это именно по отпечаткам стопы. Вот я бы хотел на этом методе как раз остановиться поподробнее, потому что это специализированное исследование, которое проводят специалисты, которые помогают окончательно формировать диагноз. Раньше существовали, если методики, то есть, окрашивали стопы, становились на лист бумаги и смотрели по отпечаткам. Сейчас уже существует очень много так называемых плантоскопов именно, и уже можно будет посмотреть, можно посмотреть сразу, то есть, они становятся стопами в полный рост нагрузку, и где будет отображаться именно по отпечаткам стоп в зеркальном отображении. Я к чему задал этот вопрос? К тому, что окончательный диагноз всё-таки ставит специалист медицинского центра. Дома, в домашних условиях, не имея подобной техники, не имея возможности сделать рентгеновский снимок, не имея возможности на этот аппарат поставить ребёнка полностью так, чтобы диагностировать патологию его стопы, дома, в домашних условиях диагноз не ставится. Диагноз ставится специалистом в специализированном медицинском центре. Конечно. Все диагнозы должен ставить врач. Поэтому, когда родители приходят в месяц, либо в год, то есть, либо даже в два года, вот они уже говорят, вот у нас у ребёнка плоскостопие, вот что нам делать, как нам его лечить. Ещё раз повторюсь, то, что у детей в норме, оно физиологично, то есть, именно плоскостопие. То есть, родители часто входят в заблуждение, иногда, наоборот, нагнетая обстановку, думая, что у ребёнка патология, а вы их можете, наоборот, разубедить и убедить в том, что их с их ребёнком не всё так плохо, что этого диагноза ещё нет. То есть, всё равно, в любом случае, родители должны обратиться к вам для того, чтобы получить профессиональное заключение. Есть эта патология у ребёнка или нет этой патологии у ребёнка? Обязательно. Только именно врач-ортопед может поставить диагноз, заключение. Ввиду именно клинического осмотра, прибегая к лабораторным методам диагностики и, соответственно, прибегая уже к дальнейшему лечению. Если взять среднюю статистику, ну, примерно, при обследовании 100 детей, у какого количества детей мы можем выявить плоскостопие? Чаще именно, если брать у детей, это, конечно, подростковый период. Почему? С чем это связано? Связано именно с слабостью мышц и связок мышц стопы, голеностопного сустава и нижних конечностей в целом. И плюс сейчас именно ввиду урбанизации очень много, скажем так, ровной плоской поверхности и неправильно подобранной обуви. Она может быть и красива. И если посмотреть на детей, подростков, очень многие ходят в кедах. Ровная поверхность в кедах, и ходим по ровной поверхности. Это идет перегрузка мышц стопы. И теряется основная функция стопы, то есть рессорная. А есть разделения, какие-то наблюдения, у кого чаще встречаются патологии стопы? У мальчиков или у девочек? Чаще, если брать в целом плоскостопие, чаще встречается, конечно, у девочек. Девочки чаще. А есть какое-то обоснование, почему? Ну, конечно, если брать полностью и девочек, и взрослое население женщин, именно данная патология стоп, как плоскостопие, как поперечная плоскостопие, именно чаще встречается у женщин. То есть гормональный статус очень имеет большое значение. За счет гормонального статуса, которые влияют на эластичные волокна, и тем самым, то есть во время беременности. Как правило, мамы, если они имеют дочку, девочку, да, они сами были когда-то дочками и девочками, и сталкивались с этими проблемами, поэтому они должны быть особенно внимательны. И если у вас дочка, то, соответственно, надо смотреть, правильно ли она ставит стопу, выворачивает ли она ее внутреннюю, наружную, и каков ее свод, да? И как у девочек, и у мальчиков. Очень важно смотреть, как ребенок ходит, и как ребенок ставит стопу. А вот по поводу плоскостопия у мальчиков. Раньше с плоскостопием даже не призывали в армию. Ну и сейчас также с этим диагнозом именно в зависимости. То есть это говорит о том, что патология достаточно все-таки серьезная? Патология серьезная, и вызывает уже очень много проблем, скажем так. И данные пациенты возникают боли при ходьбе на длительные расстояния, даже при нагрузках, при статических нагрузках. Также очень часто беспокоят боли именно в вечерне. То есть за весь день ребенок может походить. И накапливается усталость. У нас накапливается усталость, и боли уже мышечного характера. Обычно возникает в вечернее, ночное время. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Как правильно подобрать обувь для ребенка, для того, чтобы мы могли не сталкиваться с теми проблемами, о которых ввели речь в начале программы? Основной момент, конечно, имеет правильно подобная обувь. Если вот из представленного. На что обратить внимание? Обратить внимание, первую очередь. Первую очередь. Это должен быть жесткий задник. Жесткий задник обязательно. Небольшой каблучок идет, и супинатор. То есть такой подъем под стопу. Зачем нужен жесткий задник? За счет именно слабости мышц связок голеностопного сустава. Пятка должна удерживаться в неподвижном положении. Фиксирует в правильном положении пятку, совершенно верно, и сам голеностопный сустав. То есть уже в стопе гораздо сложнее отклоняться. Либо к наружу, либо кнутри. То есть именно фиксированная должна быть стопа. Нижняя конечность. Хотел бы задать еще такой вопрос. А материалы изготовления имеют значение? Это должны быть материалы, через которые нога дышит? Конечно же. Материалы используются, но чаще именно кожаные. Кожаные изделия. Сейчас большинство детской обуви идет как профилактика. Чем она отличается от ортопедической обуви? То, что у профилактической, немножко чуть пониже задник. То есть есть обувь, которая направлена на недопущение проблем, а есть обувь, которая, когда уже в наличии проблемы, на устранение ее? На устранение ортопедическая и профилактическая обувь. И всем детям желательно, когда они делают первые шаги, конечно, надо начинать носить обувь-профилактику. То есть на что следует именно обратить. А вот еще хочу обратить внимание. Это обувь на застежках, есть обувь на шнурках. Это имеет значение? Ну, детям проще, удобнее будет именно на застежках. То есть удобно надели, зафиксировали. То есть именно в плане удобств. Если шнурки, то это постоянно нужно будет. Обувь должна подбираться размер в размер или с небольшим запасом? По обуви. Просто нога у ребенка растет достаточно быстро. Нужно понимать, какое количество обуви, допустим, на год рассчитывать. Или с небольшим запасом покупать. Или прямо покупать обувь в обувь, но тогда чаще приходится ее менять. Должен быть всегда небольшой запас. От 5, ну, где-то до 12 миллиметров. Теперь я бы хотел обратить внимание на то, что если патология уже выявлена, какие методы лечения вы используете, какие методы коррекции? И с какого возраста надо заниматься коррекцией, если вдруг выявлена такая патология? Основная причина – это, еще раз повторю, за счет слабости связочного аппарата, мышечного аппарата. То есть основное лечение направлено на укрепление мышц и связок. Представлены материалы именно такие вот массажные коврики. То есть что это имитирует? Имитация ходьбы босиком по рельефной поверхности. То есть стопой непосредственно босиком. И тем самым мышцы стопы задействованы. Что нам и необходимо. Это именно либо в такой коврик, либо вот такие скалки. То есть именно в таком вот положении. Никакие массажи, физиотерапевтические процедуры не помогут так, как именно лечебная гимнастика, физкультура, то есть направлены именно на укрепление мышц. Вот наши предки, родители, дедушки, бабушки и так далее говорили о пользе хождения босиком. Нужно ходить больше босиком, и тогда укрепляется стопа, она ставится правильно и так далее. Как вы относитесь к тому, что сейчас современные дети, как правило, босиком практически не ходят? Актуальный этот вопрос. И, конечно, были правы бабушки, дедушки, кто так говорил. Потому что именно когда ходят босиком, даже вот летом, босиком по травке, по песочку, по камешкам. И за счет этого задействуют мышцы стопой. Если нет таких условий, то можно это все, конечно, дома, в домашних условиях. Что-нибудь на пол положить, пуговицы, то есть именно сымитировать и также босиком. Полезно пытаться, допустим, какой-то предмет захватить пальцами ноги, стопы. Комплекс упражнений. Пальцами стоп нужно поднимать карандаши, платочки. Тем самым именно задействуются мышцы и связки. И хождение на носочках, на пяточках. На носочке, на пяточке. Все это как бы с целью профилактики можно применять. Это основное, на что должно быть направлено лечение. А кроме массажа еще физиолечение какое-то применяется? Физиотерапевтически в основном это применяется стимуляция мышц. То есть накладываются электроды на определенные участки голени и мышц. Их задействуют. Но это, наверное, тогда, когда патология уже достаточно сильно выражена. Не только, когда она выражена при степенях запущенных, но и на ранних стадиях тоже применяется. Теперь я хотел обратить внимание, я тут подглядел у вас за столом, тоже есть такие предметы, как стельки. Хотел бы поговорить об этом. Это один из наиболее таких индивидуальных методов, индивидуальных подходов в коррекции стопы. Вот если можно, расскажите нам, пожалуйста, что вы принесли, зачем это нужно и как это осуществляется. Существует очень много ортопедических изделий, в частности стелек, которые уже имеют готовые заготовочки. А есть, которые изготавливаются непосредственно по стопе. К примеру, имеются такие вот стельки, которые изготавливаются индивидуально. У нас представлены каркасные. То есть они так вот выглядят. И после моделирования индивидуально по каждой стопе уже выглядит именно немножечко вот так вот. В таком плане. То есть мы поднимаем свод стопы, разгружаем передний отдел стопы, не средний свод стопы. И нагрузка уже на стопу более правильная, скажем так. Она несет не только, как в целях профилактики можно использовать такие стельки, но и в плане лечения. Свод, то есть коррекция свода стопы. То есть одномоментно сразу выводить именно в норму нежелательно. Потому что если имеется выраженная патология, и если мы сразу поднимем свод стопы, то возникнут болевые ощущения. Поэтому в любом случае стельки нужно постепенно корректировать. То есть нужно коррекцию осуществлять под постоянным наблюдением врача. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Поэтапная коррекция стелек. И лечение также довольно-таки длительное. То есть если вот мы пришли, диагноз выявили, прошли курс всех процедур, и многие родители думают, значит, наверное, у нас уже нет этого заболевания. На самом деле это не так. То есть это лечение нужно получать систематически. Еще хотел спросить, сколько времени занимает изготовление индивидуальных стелек? Длительная эта процедура или это можно делать прямо во время посещения медицинского центра? Индивидуальные стельки в среднем занимают от 20 до 40 минут. То есть это недолго, это можно сделать во время посещения. Пришли, диагностировали, тут же можно изготовить индивидуальную стельку и начать процесс коррекции. Все индивидуально, да. Ну и также количество времени зависит, несомненно, от самого пациента, от деформации стопы. Вы, помимо данного изделия, также, если патология либо вальгуса более выражена, либо варус, применяют также еще дополнительные коски, так называемые. То есть дополнительные еще платформы здесь подклеивают, чтобы стопу вывести более в нужном направлении, в правильном. А вот скажите, если ребенок меняет обувь, допустим, есть уличная обувь, да, есть сменная обувь, есть домашняя обувь. Это должно быть несколько стелек или можно одну стельку перекладывать в различные виды обуви? Достаточно будет одной пары стелек и просто вкладывать ее в каждую обувь, в которой ребенок ходит. Понятно, что какое-то первое время у него будут дискомфортные явления, да. Он будет чувствовать, что стопа немножечко не так, как он привык и так далее. Ребенок будет жаловаться. Вот тут как бы как обратить внимание родителям? Нужно прислушаться к мнению ребенка и убирать стельки? Или наоборот, убедить ребенка в том, что потерпи, походи немножечко, тебе потом будет легче? Вот как тут поступить? Нет, обязательно. Данные стельки нужно применять то же самое поэтапно. То есть в первый день 2 часа это может быть, второй день это чуть больше увеличивать. Обычно в среднем привыкание к ортопедическим стелькам кладывается где-то в 14 дней. И после прошествия этого времени, в принципе, ребенок уже не испытывает чувства дискомфорта? Не испытывает чувства каких-то дискомфорта, наоборот, даже если, то есть уже длительное время ребенок именно ходит в данных изделиях, то уже будет дискомфорт возникать без стельчек. Вот еще хотел бы задать вопрос по поводу детей-спортсменов. То есть многие дети занимаются спортом, соответственно, получают дополнительную нагрузку на мышцы, на связки и так далее. Вот им такие стельки индивидуальные в первую очередь необходимы или, в принципе, на общих основаниях? Есть также именно стельки, которые, ну, они отличаются от этих, эти у нас каркасные. Те именно, они более мягкие. Они как раз предназначены для спортивной обуви и обладают именно пружинящим эффектом, чтобы именно смягчало ударную функцию на стопу и на суставы в целом. А результатом способствует это улучшение спортивных результатов? Мы сейчас очень много и часто слышим про допинг. Вот это как раз не медикаментозный метод, один из способов улучшения результатов спортивных, наверное. Если спортсмен не беспокоит, где никакого дискомфорта нет в стопах, то от этого зависят непосредственно его результаты. Понятно. А для взрослых ведь тоже могут использоваться эти индивидуальные стельки? Если мама пришла к вам в центр, привела ребенка, вы же, в принципе, можете ей тоже порекомендовать какие-то коррективные особенности, потому что у взрослых тоже бывают проблемы со стопой. Чаще даже, можно сказать, именно взрослые обращаются с данной проблемой, потому что именно возникают уже выраженные боли. Поэтому именно стельки также показаны и взрослым, как взрослым, так и детям. Понятно. То есть, в принципе, можно прийти всей семьей и получить индивидуальные стельки для каждого, и, соответственно, повысить свои спортивные результаты и ощущение от пешей ходьбы, удовольствия от прогулок. Все это возможно именно после осмотра, если имеется данная патология. И в целях профилактики также именно ортопедические изделия, именно стельки также можно будет приносить в целях профилактики. Наша программа подходит к концу. Напоминаю, что сегодня мы говорили о проблемах детского здоровья. У нас в гостях был врач, детский ортопед Санджиев Айс Юрьевич, представляющий Центр здоровья «Медицина Плюс». Я, доктор Салдаев, как обычно, напоминаю вам, запасных частей у вашего организма нет. Редактор субтитров А.Семкин